Я как собственник квартиры, в которой у меня здесь квартира, я здесь проживаю. Мне просто стало обидно в чате, когда за нас кто-то проголосовал в другую организацию. Скоро отобительный сезон, да. И никаких денег с этого дома не надо, никакого, как Лена, я получать зарплату не буду. Я считаю, если старший поддом получает деньги, значит он напрямую заинтересован в управляющей компании. Нам нужно для того, чтобы мы нормально нас обслуживали, во-первых, не кричать, а быть инициативным. Собрать инициативную группу и участвовать в этом. Потому что такие пассивные, как дома наши, да, где один человек покричал, а другой, понятно, что нас что-то не устраивает. Меня тоже здесь очень много не устраивает. И я тоже очень много написала претензии. Но я о них не кричу. Почему? Потому что скоро отопительный сезон. Надо, чтобы запустили отопление. Я за домостройник не голосовал. На прошлом, когда мы собирались в собрании, выяснили, что за домостройник кто не голосовал. А кто бумаги? И я собрала это собрание только за этого. Потому что, извините, я хочу, как я на том собрались, пока оставить бук, и чтобы бук отчитался мне за все деньги, сделал мне все работы, и чтобы мы ходили, не я одна, и на меня тыкали пальцем, что я одна. Когда будет отчет? Я могу бы не председателем, мне это совершенно не интересно. У меня есть работа, семья и так далее. Может кто-то в другом. Сейчас у нас проголосуется другого человека. Совершенно кто будет, это инициатором. Но я хочу жить в нормальном доме. И я не хочу, чтобы за меня какой-то там копоть что-то решил. Я не устраивает, Бог, честно. Если бы даже я кому-то ушла, я ушла бы к фешину, честно могу сказать, потому что я его больше знаю. Но я считаю, что нужно себя, в данном случае, даже если у нас какая-то организация, мы должны, мы уже сколько там, два или три года в ней доплатим деньги. Она должна нам отчитаться, она должна делать работу. И я хочу сказать, работает только та управляющая компания, которая заставляет людям не работать. Вот кто за домострой голосовал, чтобы перейти? Я просто не пойму. Даже подписи не ставят. Снимайте, снимайте всех. Никто не голосовал? Никто не голосовал. Все подписи поддельные. А вот теперь другой вопрос задайте. Какой? Давайте вы задайте. Кто хочет остаться в БУКе? Ну это, наверное, старший по дому уже, вы потом соберете, собрание будете решать. Нет, просто снимать, то снимать. Нет, просто вы должны понимать одну вещь. Если домострой подделал ваши подписи, это уголовная ответственность. То есть здесь, я так понимаю, все равно большинство активных жителей дома, которые все время ходят на собрания. Это уголовное дело, мы все молчим. Ну да, я не понимаю просто. У вас сейчас дом, сейчас вам принесут же платежки, я правильно понимаю? Вы все правильно говорите. Поэтому я и собрала собрание, потому что я понимаю, что мы просто потеряем свои деньги в этой управляющей компании. К нам придет какой-то дядя, который не берет трубку. А вы пытались с ним созваниваться? Конечно, я даже направляла на электронную почту письмо, так и осталось без ответа. Никто трубку мою не берет. И я так понимаю, что не дай бог какая-то аварийная ситуация, мы просто, как говорите, не в хорошей ситуации будем. Я не голосовала за домострой. Там даже не моя фамилия записана. А у вас есть вообще списки у кого-то? Ну, они вывешиваются на вот этот сайт из ЖКХ или где он? Вот, там подписи. Есть жильцов? Его можно слетить? Вот, слечить. Все подделаны. А, просто от руки еще. Нам позвонили и сказали о том, что у вас, ну вот такая ситуация, о том, что подделаны подписи, и вы переходите. Вот. Вот и хорошо, что вы снимаете. Мы будем знать, что нам подделали подписи. Вы завтра и увидите это все в репортаже. Никто будет разбираться, не знаю. Может, вы нам поможете? Обязательно поможем. Вопрос мы обязательно зададим. Огласки, да, чтобы это не просто была, типа, вот, статья какой-то, а чтобы это официальное обращение было в прокуратуру. Что здесь никто не подписывал, ничего. А мы почему-то с 1 октября должны... Какой-то домостроен будет, да? Мы, ну, как бы, не оправдывая никакую управляющую компанию. Здесь просто люди. Почему? Я их прекрасно понимаю, потому что у нас очень много в доме, ну, как дом в запущенном состоянии, да. Но это не значит, что нами можно управлять. Без нашим летом. А вот здесь сколько, примерно, человек, вы не подсчитывали? Владельцев, ну... Человек 50 было, сейчас разношу. Ну, то есть половина примерно дома была... А, нет, нет, меньше, да? Нет, нет, нет. Одна, четвертая. У нас есть 6 подъездов. Это где-то 2 подъезда здесь было. Ну, так образно сказать. Ну, да, было бы вот это... 2 подъезда, да. В нашем сезоне, да. 30% приходило, да, потому что все хотят уходить в отопительный сезон с организацией, которая, можно, по крайней мере, дозвонить, и которую ты знаешь, да, а не за которую ты не голосовал. Для меня это, кстати, вот я не знаю, как все остальные, для меня это вопрос самый большой, потому что отопительный сезон мы должны встречать нормально, потому что должны быть сессаря, должен быть определенный запуск, да. И вот не дай бог, как говорится, какая-то непонятная организация, и не дай бог, как валута сорвет кран, и даже не приедет аварийка.